МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА УПОЛНОВАЖЕНЫЙ ПРАДСТАВНИК ПРЕЗИДЕНТА ПАГОМЕРСКОЙ ВОБЛАСТИ МИКОЛАЙ СНАПКОУ НАВЕДАУ ДОБРУШ ВЫПУСК НОВЫЙ ПРАДУКЦИИ И УМАЦАВАННЯ ПОЗИЦИИ НА ЗНЕШНІХ РЫНКАХ Владимир Андрейченко СУСТРЫУСЯ С КОЛЕКТЫВАМИ ПРАДПРЫЕМСТВАУ ТРОХ РАЙОНАУ ВОБЛАСТИ НА ВОЛЮ У ЛЯСЫ БУДАКО ШАЛЕОВСКАГО РАЙОНА ВЫПУСТИЛИ СТАТАК ВЫСОКОРОДНЫХ ОЛЕНЯУ А ЗАРАЗА БГЭТА МЕНШИМ БОЛЬШ ПОДРАБЯЗНА ПЕРШИ ВІЦЕПРЕМЬЕР РЫСПУБЛІКИ БЕЛАРУСЬ МИКОЛАЙ СНАПКОУ НАВЕДАУ ГРАДОУТВАРАЛЬНЫЕ ПРАДПРЫЕМСТВЫ ДОБРУША УПАУНАВАЖЕНЫЙ ПРАДСТАВНІК ПРЕЗИДЕНТА ПАГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСТІ ДАВІДАУСЯ АБ ПОСПІХАХ МЯСОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСТІ І ВЫСВЯТЛЮ, ЯКЕ ПЫТАННЯ САБЛІВА ХВАЛЮЮТЬ ГРАДЖАН ПОДРАБЯЗНАСТЮ РЕПАРТАЖИ МИКОЛАЯ СКІНЦІЯНА ФАРФОРАВЫЙ ЗАВОД У ДОБРУШЕ – АДІНАЕ ПРАДПРЫЕМСТВУ У БЕЛАРУССІЯ, ЯКОЕ ВЫРАБЛЯЕ ФАРФОРАВЫЙ ПОСУД ЯГО ПОСПІХИ ДАЗВАЛЯЮЦЮ ПЕУННЯ НАСКАЗАЦЬ – ЗАВОД НА ДОБРЫМ РАХУНКУ МИКОЛАЙ СНАПКОУ, ЯКЕ РАНЕЙ ПРАЦАВАЛ НАД ЗВЫЧАЙНЫМ ПОСЛОМ У КИТАЯ, РАДІМИ ФАРФОРА, ОЦАНИЛ ПРАЦЮ ДОБРЫШСКИХ МАЙСТРОВ И ПРОПАНАВАЛ ВЫГОДНУЮ ИДЕЮ ПОПРОБУЕМ ПРОДВИНУТЬ ПРОДУКЦИЮ ДОБРЫШСКОЙ ФАБРИКИ В КАЖДОЕ ПОСОЙСТВО В ПОЛНОМ ОБЮМЕ СТЕМ, ЧТОБЫ НАШИ ПОСЛЫ УГОЩАЛИ ДРУЗЕЙ НАШИ ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ПОСУДЫ, ИЗ БЕЛОРУССКОЙ СИГОЛИКО ЭКСПОРТ ФАРФОРОВАГО ЗАВОДА СКЛАДАЯ БОЛЬШЕ, ОСНОВНЫЙ РЫНОК РОССИЯ, ОЛЕДУБРЫШСКУЮ ПРОДУКЦЮ ПОСТАВЛЯЮТЬ И У ЗАХОДНЮЮ ЕВРОПУ, ПАНДЕМИЯ УСКЛАДНИЛА КОНТАКТ С ЗАМЕЖНЫМИ ПАРТНЁРАМИ, ТЫМ НЕ МЕНШЬ СИТУАЦЯ ПОЛЯПШАЕЦСЯ, ДО ВЕРОСНЯ НА ЗАВОДЕ УСТАЛЮЦЬ ИННОВАЦЮ БЫЛИ ПРОЖБЫ ПОСТРОИТЬ БАССЕЙН, ПОСТРОИТЬ СТАДИОН В РАМКАХ ТАГО, ЧТО ВОЗМОЖНО, КОНЕЖЕ, ОЛЕДУЮ МАШИНУЮ МАШИНУЮ МАШИНУ З ИСПАНЮЮ З ИСПАНЮЮ, ЯНА, ЯК ПРЫНТЕР НАНОСІЦЬ МАЛЮНКІ НА ПОСУД. ВАЖНЕЙШИМ МАМОНТ ВИЗИТУ СУСТРЭЧА С КОЛЕКТЫВАМ ПРОДПРЫЕМСТВА. ЯНА ПРОЙШЛА ПР ЯК ГАВОРАЦЬ НЕ ПА ПРОТОКОЛЕ. ПРАПАНОВА ВИЦЕПРЕМЬЕРА ПРАВЕСТЬ НА ЗАВОДЕ ДАДАТКОВУЮ ЕМИСЮ ДОБРЫЙ СПОСАБ ПАТРЫМАЦЬ ЗАКРЫТАЕ АКЦЄНЕРНЕЕ ТАВАРЫСТВА. ПЫТАНЮ СУПРАЦОВНІКАМ, ЧТО ВЫ ХАТЕЛЬ Б ПАЛЕПШИТЬ У СВАЇМ ГОРАДЕ, ПА САПРАВДНЫМО ЖАВИЛА ГУТАРКУ. У ДЕЛУ ДАЯЛО До конца года обсталевание будет запущено. На объекте заденешены 160 человек. Будда уничтожая и пусконаладочная работа в штатном режиме. Супрацовники аустрийской компании Андрец скончили аудит. Как вы знаете, продукция картонная крайне востребована. Это будет в том числе экспортоориентированное предприятие и с большим уровнем импортозамещения, потому что на данный момент упаковка широко применяется, экологически чистая упаковка. И в том числе есть импортная составляющая в Беларуси. Поэтому предприятие будет выполнять две важных функции. Экспорт и импорт. В следующем году, мы уверены, оно заработает. То, что оно будет эффективным, сомнений нет. Новый уполноваженный представник президента Погомельской области стверждает, основная мета таких визитов – стимулировать региональное развитие. Вы следите за высказываниями президента нашей страны и вы видите, что следующая пятилетка, она будет посвящена региональному развитию. Поэтому очень важно понимать, что нужно, как нужно, где нужно и когда нужно с точки зрения транспортной инфраструктуры, с точки зрения здравоохранения, с точки зрения образования, с точки зрения вообще создания комфортной жизненной среды в регионах. Миколай Скинсиан, Валера Гапанько, телерадо и компания «Гомель». Стан справа на Калинковицком мясокомбинате и гутерка с коллективом. Сегодня старшиня палаты представников национального схода Беларуси Владимир Андрейшенко побывал на предприемстве. После чего поделился своими висновами с журналистами. Нагадаем, вчера спикер Нижней палаты парламента наведал светлогорским волокно и речится древ. Марина Джалая с подробностями. Рост экспорта на 10%, средняя зарплата с выше 1100 рублей активно разведет товаропроводной сетки. На Калинковицком предприемстве есть шимганарыц, означая подчас наведывания в творчестве и гутерки с коллективом старшиня палаты представников Владимир Андрейшенко. И подкресливая, что промысловый сектор ключевый у беларуской экономицы. За пять месяцев объем волового внутреннего продукта склал 51 миллиард рублей. За их 44 доля промысловости. Здесь две важные составляющие на комбинате. Это первое, что успех в первую очередь зависит от качества поставляемой продукции. И вот здесь этому уделяется очень большое внимание, потому что люди через свой рубль выражают доверие этому качеству. И то, что за 2019 год предприятие в два раза увеличило поставки на экспорт, это о многом говорит. А в этом году, опять же, увеличено уже на 12% поставки за пределы Республики Беларусь. И практически импорта нет в этом предприятии. Все они производят сами. И высокое качество продукции. Вот это одна из составляющих. А вторая, наверное, это все-таки надо отметить ту большую работу, которая проводится по кадру потенциалу предприятия. Все-таки здесь очень много работает молодежи. Что тычется рынков сбыта, то основных – это Россия, Казахстан и Туркменистан. Долю экспорта на предприятие планируют довести до 50%. Зараз яна больше 45. Два года тому мясокомбинат экспортовал продукции на 11 миллионов долларов. Летость была удвоя больше. Все лето сбираются выйти на 26 миллионов. Работаем с продукцией охлажденной. У нас уклон делается более на говяжьоемкую продукцию. Говяжьоемкая продукция немножко дороже. И поэтому немножко себестоимость продукции возрастает. Но зато она более качественная. Она более с хорошими вкусовыми качествами такими. И, конечно, она полезна. Зараз на мясокомбинате працуют коля тысячи человек. Полова молодь в возрасте до 31 года. А напереды дни старшиня палаты представников Владимир Андрейшенко побывал на Светлогорск-Химволокне. 75% продукции предприятия отправляют на экспорт. Подчас пандемии тут сдолили не просто не стратить, а навод нарастить объемами. Выйти нашли ушмат профильности вытворчасти. Снижение попыта на одни виды продукции компенсовали за лик инших. В первую чергу нет тканых материалов. Спанбонд выкористовывают при вытворчасти медицинских масок и костюмов. Пришим на предприемстве к этому направку надают великую увагу. Працуют над удосконалением оборонших уластивостей в своей продукции. Каля 30 узоров материалов, опрацованных разностайными растворами, накировали навуковцам. В перспективе открытие новой вытворчей линии. На настоящий момент у нас проводится работа по закупке конкретной установки по производству мелблауна. Это тоже материал из полипропилена, но производимый несколько иным способом. Это действительно будет на 100% обеспечивать необходимые защитные характеристики. Эта установка мощностью 400 тонн в год у нас планируется к вводу уже к концу этого года. По часу встречи с упроцовниками Владимир Андрейченко высоко оценил работу и коллектива, и кировництва предприемства. А так само отказал на пытание. Сероиды инших людей текавило регулирование цен и меры подтримки реального сектора экономики. Вопросы поднимают люди, чтобы ориентироваться в будущем. Сегодня был вопрос по ценам, по обеспечению продовольствия. Важно, наверное, услышать от первых лиц государства, какая ситуация. Для нас, законодателей, очень важно иметь такую информацию с мест, потому что мы ее используем потом в нашей законотворческой работе. Решится древо так самоэкспортно ориентованное предприемство. За мяжу отправляют каля 85% продукции. Тут экономичное наступство пандемии отшули. Рынок просел. Предприемство простояло омаль месяц, что отбилось на показчиках. В червени ситуация выправилась. Загрузка могутностью была 100%. До конца года в планах, как минимум, повторить выники года минулого. Под час пандемии рынок изменился. На предприемствах этим корыстаются. Рынок поменялся количественно и качественно, очень сильно. И у нас появились какие-то лазейки. Увеличился объем в те страны, в которые мы поставляли совершенно малое количество плиты нашей и продукции нашей. Это, в первую очередь, именно дальние страны. Америка, Канада, значит, и, допустим, тот же Египет, направление по фанере и так далее, и так далее. Они больше стали заявлять, больше работать. Это неплохо, это альтернатива. По словах у Владимира Андрейченки, поспехово працевать зараз предприемству, допомогая проведенная модернизация. Важно, что они работают в таком замкнутом цикле. То есть, все, что необходимо для производства древесно-стружечных плит, ламинированных древесно-стружечных плит, фанеры, все имеется в Республике Беларусь, а чего не было, вот этих смол, они организовали производство у себя. То есть, тратить валюту не нужно. Но надо, конечно, искать новые, более премиальные рынки. Не надо терять те, которые есть, наработанные, в том числе и российский рынок. Перспективных некерунков на предприемстве разглядать организацию вытворенности HPL-панелю и поширение вироба мебли. Марина Джалая, Максим Савин, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомельс», Светлогорск, Речица, Калинковичы. Завтра же хары в области могут звернуться по телефону до представников мясцовой улады. У Гомельске мабл-выконками на питании громадян откажет першинаместник старшины Игорь Часнок. Телефон для сувязи 33-12-37. В этот час принимать звонки будет першинаместник старшины Гомельска Гагарвыконками Александр Германов. Нумер 33-09-59. Промые линии, які, звычайно, працують с 9 до 12 годин. Прыгожие стройные и вытонченные. У природу выпустили живел, які сдаўна населяли наши тэрэториі. Больш як 50 высокородных оленів зараз гуляюць у лясах Будакашалёвскаха района. Про то, як отбываецца аднаўлення популяцій, расскажа Ганна Каральчук. У беларуских лясах высокородные олени воділіся спрадвеку. Яшчэ ў часы царскіх палявані ў яны лічыліся каштавным трофеям. Однак потым их популяція знашно скоротілася. Зараз яны ў основным населяюць Гродзінску ў Могилёвску ў області. На аднаўлені популяція гэтых прыгожих жывел на керавана дзержавная праграмма «Беларуский лес». Зеўе допамога ў Будакашалёвске району Минулумкастрычнику привезли більш за сорок высокородных оленів з Витебской господарки. Их зместили ў вольер, площа 11 гектар. Это специально обранная територія, обгороженная сеткой. На ёё обовязково повинен быть змешаный лес, водная крыльница і досить травы. В октябре месяце мы получили благородного оленя 43 головы из Витебской области. Мы проверили весна сопроводительные документы. У животных на территории находится водопой, всё обеспечили водопоем. Есть корма, условия содержания как бы все хорошие у них. С октября месяца на сегодняшний день у нас уже есть 14 маленьких оленят. Молодая кора, сила с зерней и соль. Усё гэта жывёлы отрымливали регулярные употребные колькасті. Особный клопот ахова статку ад драпешніка ў браконьеров. Йегеры кажуть, што увесь период прайшоў без дарыньоў. А паначах да привезенных жывёл навад приходзіле некалькі мясцовых оленюў, які ходзіле уздовж сеткі. Тепер, коли пройден карантинный период і оленяты подросли, спеціалисты выпустили статок у дикую природу. Эта программа «Беларуский лес» берёт своё начало с 2014 года. І за весь период этой программы, в целом, на территории Гомельской области, это десятый район, в котором мы выпускаем оленя, но в целом выпустили 667 оленей вместе с приплодом, который родился непосредственно в вольерах. Если до этого времени у нас было практически единичное поселение оленя, это в Мозырском и Наравлянском районе, да, чуть-чуть в Петриковском районе, то настоящее время, вот это я уже озвучивал, это десятый район, куда мы вселили оленя благородного. Гэтай в осеню оленеву провязуть ясше утры новые вольеры – у Лельчицким, Лоевским и знову у Будокошелёвским районах. Все жывёлы закупляются за кошт областного бюджету, гроши, которые унесли полевничные в качестве поселения за полевание, а также средства белорусского товариста полевничных и рыболовов. По поводу информации из старшины организации Юрия Шумского, с 2014 по 2019 год по господаркам Беларуси было выпущено практически 2000 оленей с уликом приплодом. Не смотря на это, полевание на новые остатки заборонено. Сначала популяция должна достигнуть полной количества, а потом это станет дополнительным на меме туризма. Ганна Каральчук, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомельс» Будокошелёвского района. У агроградку Александры и Могилёвской области сегодня стартовал финал республиканского конкурса «Уладар села». Для удельников подрихтована насыщенная двухдённая программа. Наш регион на конкурсе представляет семья шибковых звёздки Маркович и Гомельского района. Виктор и Валера выховывают четверых детей – пятигодового Вову и трёх его молодших сестёр. Зараз протягивается голосование для вызначения переможцев у номинации «Уладар села онлайн». Ими станут герои лепшого семейного видеоролика. Голосовать можно у группе «БРСМ» в «Контакте». Оранжевый уровень небезпеки объявленный по паудневому сходу Беларуси 11 липеня за навальниц. При этом завтра в регионе будет спекотно. В день поветро прогреется до 30-32 градусов. При навальницах в особных районах Могчимыграды – моцные ливни. Место мешквали стоя узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. Верходность опадков заховывается и в неделю. Будет до 19 градусов в ночи и каля 26 в день. А у понеделок по передних прогнозах похолодает, чекаются дожды и у сего каля 17 тепла. Это и атак сама иншая новинная информация об проектах телерадоокампании «Гомель». Вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В «Гомеле» будут судить пару, которой инкриминируется убийство двух новорожденных. В период с 2014 по 2015 год 37-летняя жительница Житковичи организовала, а ее 36-летний знакомый убил совместных детей. В рамке расследования установлено, что в названный период времени на иждивении у пары находилось еще четверо несовершеннолетних. Родители вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками, воспитанием детей не занимались. Управление по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры завершило предварительное расследование. Оно направлено для рассмотрения в Гомельский областной суд. Обвиняемые находятся под стражей. Гомельский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Гомеля, который подозревается в вымогательстве. В сентябре 2019 года подозреваемый познакомился с 21-летней гомельчанкой на популярном сервисе онлайн-знакомств. Молодой человек разместил в приложении чужую фотографию и в анкете увеличил свой возраст. После непродолжительной переписки он пригласил девушку на реальную встречу в свою квартиру. После отнюдь неделового свидания молодой человек сказал, что записал все на камеру. Под угрозой, что разместит видео в открытом доступе, он потребовал у девушки купить ему телевизор или ноутбук. Однако гомельчанка обратилась в милицию. Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Вымогательство». Если вы обладаете информацией или пострадали от действия этого человека, обратитесь по телефону, указанному на экране. Гомельские таможенники выявили партию молочной продукции без документов. Оперативники остановили грузовик марки «Рено» возле населенного пункта селища. Он следовал в Беларусь из России. В ходе осмотра сотрудники таможни обнаружили молочные продукты, внешне похожие на творог, сметану и сливочное масло. Общий вес перемещаемого товара составил 800 килограммов. Стоимость – более 4000 белорусских рублей. На указанный товар водитель, гражданин Российской Федерации, не смог удоставить никаких товаросопроводительных документов, в том числе и ветеринарный сертификат, который подтверждает качество и безопасность продукции. Гомельская таможня в отношении индивидуального предпринимателя начит административный процесс по части 4 ст. 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Гомельская пограничная группа информирует, на стрельбище Борщевка в войсковой части 12.42 будут проводиться стрельбы. Они запланированы на периоды с 13 по 17, с 20 по 24 и с 27 по 31 июля. Время с 10 до 17 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. На Кубке Беларуси по боксу, который в эти дни проходит в Гомеле, состоялись финальные поединки у девушек. Представители Цегомельской области завоевали четыре золотые награды. В финалах победы над соперницами одержали Юлия Апанасович, Галина Бруевич, Антонина Аксенова и Виктория Кебикова. Также в активе хозяек ринга серебряная и две бронзовые награды. Мужчины разыграют медали завтра. Начало финалов в 12.00. Сегодня поединком между Смолевичем и Ислачу стартовала игровая программа 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Мозырская славя свой матч проведет завтра. Команде Михаила Мартиновича будет непросто в соперниках Бате. Отмечу, что в первом круге мазыряне на своем поле обыграли борисовчан 2-1. На этот раз матч пройдет в Борисове. Начало в 18.30. В турнирной таблице славя на 11-м месте Бате на втором. Из представителей нашего региона в первой лиге футбольного чемпионата в 12-м туре на выезде играет только Химик. Светлогорская команда завтра отправится в гости к новополоцкому Нафтану. Речицкий спутник в субботу на своем поле принимает Лидум. Начало матча в 18.30. Спустя полчаса на поле стадиона «Центральная» в областном центре стартует матч между Гомелем и Микошевичским «Гранитом». Кстати, «Зелено-белые» объявили о подписании новичков. Ряды команды пополнили полузащитник Павел Теслюкевич и защитник Арсений Бондаренко. «Локомотив» матч 12-го тура играет в ближайшее воскресенье. Соперник Ашмяным. Противостояние пройдет на стадионе «Локомотив» начало в 18.00. Опубликован календарь мужского и женского чемпионата в Беларуси по гандболу. Дружина Андрея Мочилова начнет выездным поединком против Могилевского «Машеки». Матч запланирован на 29 августа. Первая домашняя игра 9 сентября. Соперник БГУФК «СКА». В этот же день поход за очередным золотом начнут девушки. В гости к команде Тома Жичатера пожалует столичный «РГОР». Первый поединок против БНТУ «Белас» назначен на 31 октября. Состоится он в Минске. Напомню, что накануне старта чемпионата пройдут перенесенные в финалы четырех розыгрыша Кубка страны сезона 2019-2020. Команда гандбольного клуба «Гомель» будут бороться за оба трофея. Между тем состав женского гандбольного «Гомеля» пополнилась серебряный призер молодежного чемпионата мира. Соглашение с клубом подписала линейная Елена Портягина. В послужном списке 24-летней российской гандболистки выступления за ряд команд российской суперлиги. Минувший сезон она начинала в составе московского ЦСКА. В феврале 2020-го перешла в ряды Кубани из Краснодара. Сегодня в «Гомеле» стартовал первый тур чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Для участия в турнире заявились более полусотни пар. Это рекорд для первой стороны. Поединки проходят на площадках стадиона «Луч». Старт состязаний завтра и в воскресенье в 10.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова